Всем привет! Сейчас я вам покажу способ натирки теста. Сейчас у меня тесто на калаче. Вы наверняка слышали такое выражение, тертый калач. Почему он тертый? Дело в том, что раньше тесто как раз таки натирали на льду, для того, чтобы развить в нем хорошую клейковину. Тесто довольно низкую гидротацию имеет, оно плотное, поэтому никакой способ замеса довольно непростой физически. Видите, как я стараюсь. Но тесто пока еще очень липкое. Вот я сейчас вам демонстрирую, к рукам прилипаю. Скоро все изменится. Вот такими вот натирающими движениями мы начинаем его аккуратненько замешивать. Рядом у меня стоит подсолнечное масло, которое я буду вводить уже после развития клейковины. Через некоторое время я растягиваю тесто, смотрю, как развивается клейковина, и решаю добавлять понемногу растительное масло. Движения все те же. Натираем. Можно придерживать одной рукой и второй рукой растягивать тесто. Вот таким образом, как я сейчас показываю, можно работать одной рукой, правой или левой. Здесь смотрите, как вам комфортнее и удобнее. Масло вводим по чуть-чуть. Можно на тесто, можно на руки. И продолжаем замешивать. Когда все масло войдет в тесто, на это потребуется где-то 20-30 минут, в зависимости от вашей муки и интенсивности замеса, тесто становится эластичным, очень мягким, упругим. Я его отбиваю, проверяю, смотрю, насколько оно не липнет к рукам. И сейчас можно его округлить и оставить на брожении.